Легенда о князе Владимире. Интересно знать, после того, как распалась Римская империя, древний город Херсонес попал под влияние Византии. В IX-X веках он стал не только центром торговли и культуры, но и крымским форпостом Византийской империи. С помощью этого города Византия распространила христианство по всему Крыму, и он оказался неразрывно связанным с Киевской Русью. Позже Херсонес переименовали в Корсун, а в 988 году князь Владимир Святославович в походе на Таврию захватил город. Здесь же князь сам принял христианство. Степи Таврики были населены гумнами, выходцами из России, которые не признавали ничьей власти и беспрестанно сталкивались с обитателями гор греческого происхождения. Кроме гумнов в этой стране бродили печенеги, хазары, алланы и другие племена, не признававшие христианство и враждовавшие соседлыми народами. Великий князь Владимир знал, что в стране этой находится славный город Херсонес, зависимый от византийских императоров. Пожелал Владимир присоединить эту страну к своим обширным владениям. Кроме того, могущественный князь, чтобы сбросить с себя и своего народа позорное имя идолопоклонников, решил наследовать учения Иисуса Христа. Славянский гордый повелитель собрал огромную рать, готовую следовать за ним в самые дальние страны, чтобы показать свою богатырскую силу. — Витязи и богатыри, — сказал он, — я задумал Думу Великую и надеюсь, что вы не посрамите славянского имени. Я хочу завоевать земли греческие и заставить греков научить нас почитать единого Бога. — Мудро сказано, — отвечали воеводы. — Честь и слава нашему князю! Не посрамим имени славян! Месяц спустя несколько тысяч больших лодок, нагруженных вооруженными войнами, боевыми снарядами и продовольствием, ожидали на Днепре великого князя. И только он зашел на свой корабль и приказал поднять паруса, тысячи голосов запели «Непр широкий! Непр глубокий!» Песни не смолкали на протяжении всего пути до Ктеносского залива. — Мы прибыли на место, — заявил великий князь, — и завтра начнем битву. Греки способны изобрести сотни средств, чтобы не поддаться нам. Но мы их победим, потому что не отступим назад, не достигнув цели. Я предложу им покровительство и пообещаю больше, чем господствующий над ними царьградский император. Не успел произнести этих слов Владимир, как ратные привели к нему захваченного в плен священника. — Ты, видимо, вышел из града своего, чтобы узнать, каковы наши силы, — сказал с негодованием великий князь. — Вот уже несколько месяцев, как я вышел из Херсонеса, чтобы учить язычников Слову Божьему, и, не подозревая о вашем присутствии в здешних местах, возвращался в родной город. — Я не видел вашей рати и не знаю, зачем вы явились сюда. — Если ты не лжешь, — отвечал Владимир, — то возвращайся к себе и объяви всем, что я пришел в Таврику, чтобы завладеть вашим градом, поскольку он прилегает к моим владениям, но не из жадности, а из желания заставить побежденных просветить всех моих подданных учением Иисуса Христа. — Но тебе едва ли поверят мои соотечественники, — сказал священник. — А победить их, я полагаю, тебе будет не по силам. Они не пощадят свои жизни. Все будет напрасно до тех пор, пока ты не воспользуешься средством для победы непобедимых. — Каким же образом я узнаю его? — спросил Владимир. — Я охотно научу тебя, — отвечал священник, — если ты поклянешься, что примешь нашу религию. — Клянусь вашим богом, — ответил князь, — что я не возвращусь из Херсонеса, не сделавшись христианину. — В таком случае начинай войну. Я буду следить за твоими действиями, и, если замечу, что ты далек от победы, пущу в лагерь твой стрелу с запиской, которая укажет тебе способ без кровопролития достигнуть цели. Послание будет подписано священником Анастасием. Владимир послушался духовника и начал войну. Но не сдавался славный город Херсонес, не падал духом. Тогда Владимир получил обещанную записку, где был указан секрет победы — крещение. Вот таким образом князь Владимир принял крещение, а город подчинился Византии. Из исторических сведений, дошедших до нас, известно, что после 988 года Владимир установил дружеские отношения с константинопольскими императорами, неоднократно помогал им войсками, а его родственник в 1016 году вместе с византийцами уничтожил остатки хазарского владычества в Таврике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова